Канализационная линия у домов номер 74 и 76 по улице Ленинской долгое время оставалась бесхозной. После износа трубы стали часто возникать аварийные ситуации. Из-за этого подвал 74-го дома оказался затоплен. Чтобы решить вопрос ремонта участка канализации, жители дома обратились к главе города Элене Лапушкиной. Один раз приезжала аварийка, не прочищала эту линию, а просто откачала и уехала. Но через полчаса опять все налилось. Они просто не успели их прочистить. Ремонт участка не смогли выполнить из-за того, что он не был ни за кем закреплен. Сейчас его юридически готовят к передаче введения ресурсоснабжающей организации. А пока документы оформляются, ресурсники уже начинают ремонтировать систему водоотведения и водоснабжения. До конца года компания СКС выходит к вам уже на устранение повреждений на этой линии. Очень надеюсь, что это даст результат и больше переполнения колодцев не будет. Линия была безхозяйная. Сейчас оформили соответствующие документы, на основании которых можно приступить к работам. Житель дома номер 35А по Гастелло пришел к главе города, чтобы решить сразу несколько вопросов. Он просит установить на выездах во двор знаки «Жилая зона», проложить тротуары на ближайших улицах «Кольцевой» и «Шестой радиальный», которые будут везти к детскому саду, а также сделать подход к контейнерной площадке. Жителям приходится идти по насыпи из асфальтной крошки. Елена Лапушкина поручила внести обустройство тротуара в план на следующий год, а также проконсультироваться с ГИБДД по поводу установки новых дорожных знаков. Давайте мы с вами оценим департамент транспорта, и если вдруг это возможно, то тоже заказывайте уже четыре знака. Еще одно обращение было от жителей домов на улице Физкультурной на пересечении с Нововокзальной. Каждые выходные, начиная с шести утра, под их окнами работает стихийный блошиный рынок. Елена Лапушкина поручила районным властям проверить законность такой торговли, а также найти другое место для желающих торговать. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.